Совсем недавно в Москве появился кусочек самой настоящей Голландии. Это такие респектабельные дома из красного кирпича, уютные аллеи и, конечно же, тюльпаны. Все это стало возможным благодаря слаженной работе специалистов концерна Крост и специалистов архитектурного бюро «Спутник». Сегодня мы встретимся с этими прекрасными архитекторами, которые приехали в Москву и проверили уже готовый объект, который они вместе проектировали. У нас в гостях Хэнк Пёрлстра. Это что-то не типичное для Москвы. И как вы чувствуете это? Было это для вас трудно, или вернее, было это что-то, что вы рады, что вы рады делаете? Во-первых, это не я лично, который был здесь 20 лет, это мой партнер Поль Дефром. Он начался долго отношения с Крост, который уже построил здания в Москве. И мы начали четыре года назад с комиссией от Мистера Добашин чтобы сделать дуэк-сайд. И мы задавали первое вопрос, что мы задавали нам в Москве, что дуэк-сайд будет в Москве? Да, это был вопрос от Мистера Дебашин, он сказал, что дуэк-сайд будет дуэк-сайд? Да, и поэтому я также приглашал по Поль Дефром, который был дуэк-сайд, с которым он был очень долго отношения. Когда мы взяли, мы задавали нам вопрос о том, что дуэк-сайд будет дуэк-сайд? И мы нашли inspiration в Амстердамске, потому что это было в начале 1900-х, это было как-то противоположение в стиле к модернизму. Это был вопрос, что дуэк-сайд будет дуэк-сайд для русских, чтобы мы могли понять, что дуэк-сайд будет дуэк-сайд? Да, основное, это было в основном, это было в окружении этого сайта. Мы были почти с большим взаимодействием с большим высокий грязь, благо, грязь, благоустройства вокруг этого сайта, и это сайта почти вроде как раз, как урбанная комната. Мы могли бы это interpretать как стиле. Мы смотрели на это, как бы эти два благоустройства были актеры на стиле, так что они стоят в окружении, потому что они имеют специальную позицию между этими другими благоустройствами. Поэтому мы также смотрели на архитектуру и это различная из разных вещей. Поэтому, в твоей вопросе, это не только дуэк-сайд, из нашей точки зрения, или от Москвы? Да, не знаю, что ли это. Да, ты можешь сказать, это современная интерпретация из Амстердамского, потому что они не сделали высокий риз в тот период. Но стильные элементы, которые были использованы в тот период, мы думали, были очень подходящими для этого места. Поэтому это становилось как-то сайд, контекстуальная архитектура, и, в то же время, это относительно дуэк-сайд. Да, но это как интерпретация. Да, это модернная интерпретация, и, в то же время, это связано с оборудованием. Да, и я думаю, также к началу точек от Крост как компания. Потому что, мы понимали, что Крост всегда много внимания на то, что люди живут в их области. Поэтому это не так много о том, о том, о том, о том, о том, прощественном контексте, как эти красивые зелы, или о том, там, цепочку, зато о том, для этого, а также, обеспечивающих и технических способов, о том, о том, о том, о том, архитектура. Как вы считаете, как вы вывели, что вы думаете об обороне? Потому что ландшафтные дизайнеры создали этот парк, особенно в дедушском доме. Вы знаете, что там обычно есть тулипы, и это тоже как-то, как-то, это не так. Да. И это было как-то, как-то, в этом обороне, например, эти вещи и эти русские детали. Так что вы думаете, это как-то, как-то, связано с архитектурой? Да, в общем, это связано с архитектурой, потому что строительства не на стороне. Они немного изменены к друг другу, потому что с архитектурой обороны. Так что положение строительства очень специфики. И поэтому, я думаю, что ландшафтные дизайнеры, где они сделают диагональные связи между двумя домами, соответственно, это очень хорошо. Конечно, это могли быть тулипы, но... Да, это правда. Итак, давайте поговорим о детях о доме, потому что это... для нормальной русской людей Душа или Амстерданская школа это брики. Так что мы знаем, что брики это такое. Но другие вещи выглядят довольно модерно, и мы никогда не думали что это будет часть Амстерданская школа, потому что это это балконы и детали. Так что скажи, что... Скажи мне немного о детях этого дома. Да, первое, брики это, конечно, материал, чтобы это сделать. Это также дешевая брика, который производился в Голландии, который был транспортирован в огромных количествах. И вот брики это не панель, это вообще брики это очень миллянный брики. И Амстерданская школа имеет стайл элементы которые мы перевелили в контентную архитектуру. Это больше о паттерах. Например, маленькие двери двери и двери и там три лаера двери двери и они создат абстракт плани и вы не знаете где двери это композиция да, это очень композиционная способ создать фасаду. И это тоже создает ритм и паттеры. Это плавная способ брать скалы из и и это тоже для бей в фасаде. И они сделают специальные детали. и это несколько интересных детали для этого здания. Хотя они не обрезанны. Да, точно. Но эти ваги, эти дома, они имеют немного движения внутри. Потому что есть ваги. И это вообще типичный для Амстердельского школы? Потому что я думал, что это скорее. Нет, не. Амстердельского школы есть очень... червенных края, но червенных треугольadores являются много значительными для школы. И эти партии облажения, в том刻е они тоже сделали очень много из облажения. Это тоже темно, чтобы при этом очень грустные облажения необходимо вы поняли это Metallurgия. детали, что вы действительно входите в здании. Хэнк, как я знаю, о Международной Европе, что вы действительно любите материалы, и они должны быть натуральными и фактуральными. Для меня это действительно Амстердамск, потому что я могу чувствовать себя, я могу чувствовать себя, и я могу чувствовать себя в реальности, не что-то артифическое. Но расскажи мне о том, это имеет очень, очень специальную форму, это не использовано в России, и это специальный паттерн, так скажи мне о этом паттерне. Да, это интересно, что вы говорите, что мы всегда любим использовать реальные материалы. Павел Де Фроме в Москве-Вененберге Брик-Авард, и он рассказал о брик о том, что люди могут держать. И все люди могут держать брик в свою руку, и сказать, что я могу вообще сделать что-то с этим. Люди могут строить брик. Это очень маленький, мягкая о своих силах, эмоций. Это недавно брик. Это маленький, это 15 см? Это 20 см и 10 см. Дальше 10 см. Дальше 20 см. И на этой части? Это 6 см. Дальше. Дальше в отношении между дальше и дальше вы можете сделать это половина петель. Но если вы выбрали петель, вы должны быть очень осознанным в действительности. То есть все фасады, вы должны определить, как много петель вы можете сделать. Потому что мы пытаемся сделать... Так что вы действительно определили все петель, как много петель, и как они должны быть. И все эти петель тоже. Да, конечно. В конце концов, эта петель у нас много петель, и мы не могли это делать где-то. Но вы видите, что основная функция для петель, что вертикальные петельки, они продолжаются. Да. И вы видите, что в действительном петелье становится очень precise. И мы тоже так нравились. Так что мы вместе с людьми из проекта, и вместе с людьми, мы, конечно, начали с концепт-дизайна. И потом мы это делали дальше с их знанием о русском строительство и о том, что нужно происходить. Это так необычное для России. Так необычное. Потому что этот дизайн, эти петельки, это довольно минималистичное. но русские очень любят голод, или что-то это связано с голодом. Так что вы можете рассказать несколько слов о этой реально дизайне дизайне того, которое подходит русским сердцем, и это европейский минималистичный стиль? Ну, первое, это не голод. Это брасс. Да, это брасс. Мы любим интерьеры лобби и коридоры вместе с архитектурой с архитектурой. Потому что когда вы входите здание, вы должны не остановиться от контекстов здания, но это должно продолжаться. И интерьер архитектурой в школе был экспрессионист, но тоже с тонкой с рационалист подходом к этой форме. Но материалы очень важные. Это лоб и это лоб и эти материалы. Да, это контракт, но это лук. Мы всегда думаем о архитектуре. Это много и материалы. Это атмосфер качество. Как эти тулипы? Как идея? Мы с идеей для тулипы. для коридора и лобби. Есть contrast между коридором и лобби. Лобби более открыт, функционал. Лобби Лобби более открыт. Лобби открыт. лобби и коридоры для апартамента помогают от архитектуры. Благодаря с фасаде, структурова структурова и коридора. и мы это очень красиво было из-за архитектуры что это очень упражнен место. Но если вы это то надо это удержать из-за обрезанных элементов. Мы решили о поле и как сделать мы решили в лето и пленка должна быть пленкой, тоже без направления, поэтому марбел так красиво, потому что вы не видите линии, или линии между линиями. Потом мы думали о льнях, потому что льнях в льнях может означать, что в льнях много фиксеров в льнях. И мы также думали, что это очень красиво чтобы эмфицировать вертикальные линии из-за льнях. Таким образом, мы получили эти вертикальные линии которые идут на льнях до льнях и дали индивидуальные линии для этого паттера 3D. И для этого мы выбрали льнях в льнях как символ. Скажите мне о этих льнях, потому что это как модерн технология, фибро-контрет. Вы знали о этой технологии и вы предложили это использовать? Или вы предложили какие-то дизайны и индустрии в Кросте к этому решению? Да, я думаю здесь кооперация между нас и Кросте вы видите в практике. Мы пришли с идеей и они с технологией. И это что происходит вокруг здания. Например, мы видим льнях в льнях брын брын идеей и как из Кросте из проекта. В Европе есть возможности сделать льнях брын или из-за льнях и механически. Это тоже произошло. здесь много тестов о том, как ярко льнях и льнях и льнях из-за льнях из-за льнях и льнях это материал и как это произошло и это материал в будущих проектах. Это материал очень льнях из-за льнях из-за льнях обморожен. Но я интересую от тебя опинила в том, потому что мы начали думать о материале. Мы решили неизленно полный трех тысяч или тысяч лет лет и Но это было очень дорого, и это было огромное количество ресурсов, чтобы делать это, потому что это было как работодательная работа. Сейчас, технология, мы можем делать это в новом стиле, но это что-то, которое чувствует, потому что это выглядит как работодательная работа. Как вы, профессиональные архитекты, думаете о этих новых материалах, будет ли они больше используются? Я надеюсь, потому что я думаю, что это всегда хорошо, если технология помогает вам, чтобы создать специальные места. То есть, в этом смысле, это тоже хорошо, чтобы узнать, как технология может помочь вам, и не принимать технологию как начальника для того, чтобы сделать что-то. Вы должны всегда иметь идею, что вы хотите получить, и потом использовать технологию, чтобы получить это, а не по-другому. Это, для меня, очень минималистичный, но очень приятный дизайн. И это действительно выглядит... И для меня, что это удивительное, что это выглядит очень приятным. По-другому элементам. Это просто дерево, это... Я не знаю, как это сказать. Брошь. Брошь. Брошь, да. И формы, потому что это очень-очень высокая. Это очень-очень высокая дверь. И большая дверь. И все это лов. Это как модерн стиль, что сейчас в Европе есть фазион. Я не знаю, что это фазион. Я думаю, что это не фазион. Я думаю, что мы пытаемся сделать, чтобы найти правильное язык для этого здания. Так же, как и внешне, как и внешне. Я думаю, что мы следимем. И я думаю, что если вы сделаете резилентный дизайн, с кем-то фокалой точки, как, например, с вертикальными лицами, которые мы пытаемся объявить в коридорах, или бей-виндосы на улице. Если вы получаете несколько таких вещей, которые действительно делают space, то это также будет резилентный дизайн, которые могут немного изменять. Так же, в этом здании, что, в результате, изменилось из-за оригинального дизайна. Но если вы получаете резилентный дизайн, то это не проблема. Так же, что струнные точки в этом здании остаются. Но если вы получаете струнные точки, то вы не можете найти ничего другого. То есть, если вы получаете резилентный дизайн, то вы не нужны больше. Да, верно. И это очень хороший дизайн. Потому что, например, на Крестмасс. Крестмасс это время, когда мы, как и все, как и все, и здесь, и так далее. И это не то, что мы с дизайнами, как Крестмасс-дизайнами, которые, конечно же, все время обрезанены. Я очень люблю это. Я очень люблю это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...